МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Окружные депутаты установили до 1 января 2023 года пониженную ставку налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Парламентарии Ненецкого округа приняли участие в торжественной акции по случаю 33-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана. До 2026 года в России будет действовать так называемая гаражная амнистия. Депутаты приняли соответствующие изменения в региональное законодательство. 15 февраля в России отметили 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В День памяти воинов-интернационалистов депутаты собрания депутатов Ненецкого округа приняли участие в торжественных акциях в Наринмаре. В День памяти жителей округа вместе с ветеранами боевых действий в Афганистане и участниками других военных конфликтов возложили цветы к памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов на Аллее Победы в Наринмаре. Те два года, которые я там провел и которые провели мои друзья и товарищи боевые, они останутся с нами навсегда. Поэтому мы собираемся здесь и отмечаем эту дату. В декабре 1979 года по просьбе правительства Демократической Республики были введены в Афганистан советские войска. Первыми на аэродроме Баграм в 50 километрах к северу от Кабула высадились части 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. За 9 лет советская армия в ходе военных действий в Афганистане понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, 6 тысяч скончались от ран и болезней. В 1988 году, после подписания Женевских соглашений, начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Афганцы так стали называть наших военнослужащих, прошедших через горнило войны в Афганистане. О своем участии в боевых действиях рассказывают скупо. Но по отдельным фразам понимаешь сразу, насколько серьезным для них срочников, тогда еще, собственно говоря, мальчишек, были те военные испытания. Юрия Иванова призвали в армию из Наринмара 7 апреля 1985 года. Проходил подготовку в Узбекской ССР, город Тернес, полигон 21. Была там специальная учебка для подготовки к Афганистану, специализированная. 4 августа парня вместе с боевыми товарищами перекинули в Афганистан, в Кабул. Попал 180-й мотострелковый полк 108-й Небельской дивизии. Вот. Учебки меня готовили на наводчика САУ-2С1. Ну, после распределения подразделения, как раз там получается так, что не хватало радистов, и вместо наводчиков меня в корректировку. Артогня, радистам. Через неделю первый боевой выход в район Джалалабада. Ну, а там уже дальше как обычно. То на войну, то с войны, маленький отдых. Приходилось неоднократно и в разведку ходить. Обычно приписывали или к разведвзводу, или к разведроте. Война в Афганистане для Юрия Иванова закончилась через 21 месяц и 3 дня. Для Дмитрия Конюкова из Неси на несколько месяцев позже. Юрий и Дмитрий призывались из Ненецкого округа вместе. В Афганистане служили в одном полку. Мы уже редко, конечно, встречались, потому что он на броне. Ну, естественно, я больше-то в горах так, иногда в полку уже пересекались. Но полку, опять же, редко бывали-то. У нас 180-й, ну, он такой был, считался рейдовым. Вот. Вот у нас как раз, мы вот в августе с Димкой пришли в полк. В сентябре на второй заход пришел герой Советского Союза, вот Руслан Аушев. Это наш начальник штаба полка. Вот. Так что полк был боевой, так что нам в основном в полку мы редко были когда. В основном вот на операциях, на выходах, на боевых. 44 человека, призванные в советскую армию из Ненецкого округа, в разные годы принимали участие в военных действиях в Афганистане. Трое из них не вернулись с войны, а всего в локальных войнах и конфликтах, которые происходили у нас за последние десятилетия, у нас числится 285 человек. Из Афганистана вернулись в цинковых гробах ребята из Великовисочном, Нижней Пеши и Андермы. Семьям погибшим оказывается помощь из бюджета Ненецкого округа. 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, мы кланяемся подвигу Виктора Аншукова, Семена Шульгина и Ивана Пушкашу. Мы чтим всех тех, кто действительно отдал силы и здоровье, а самое главное – жизнь во имя того, чтобы выполнить свой воинский долг, свой приказ, чтобы защитить нашу родину в трудную годину. Историческая память бесценна, она должна передаваться из поколения в поколение. На 42-й сессии окружного собрания с отчетом об итогах работы Управления Министерства внутренних дел по Ненинскому округу за 2021 год выступил руководитель ведомства Максим Кузнецов. В прошлом году сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто 426 преступлений. Максим Кузнецов отметил, что в регионе на 8,5% снизился уровень уличной преступности, на 11% число противоправной деятельности в местах общего пользования, а также на 23% в жилом секторе. Такая позитивная статистика связана с увеличением плотности, расстановки полицейских нарядов, проведением информационно-разъяснительной работы и развитием общественных пространств, установкой дополнительного освещения и систем видеонаблюдения. Необходимость дальнейшего развития доказана результативность его применения. В местах размещения камер отсутствуют очаги криминальной напряженности. Изучение записи способствовало раскрытию 12 преступлений, установлению 40 лиц, совершивших административное правонарушение, реагированию и пресечению 60 потенциальных нарушений общественного порядка, а также удаленному контролю обстановки в режиме онлайн при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан. Благодаря совместной работе с общественными формированиями правоохранительной направленности было проведено более 320 мероприятий, в ходе которых пресечено 60 правонарушений. Более 500 профилактических бесед позволили сократить число преступлений на бытовой почве на 12%, среди несовершеннолетних на 25%, в отношении подростков на 36%, с использованием оружия на 33%, состояние алкогольного опьянения на 13%, а лицам, ранее приступившим закон, на 2,5%. Всего на специализированных профилактических учетах управления находятся 564 лица. Кроме того, совместно с другими правоохранительными органами проводится профилактическая работа еще в отношении 4000 граждан. При этом, несмотря на реализуемые мероприятия и сокращение числа преступлений, совершенных лицами ранее приступавшими закон, удельный вес повторной преступности на территории округа является значительным. К числу основных причин совершения повторных преступлений относится неспособность данных лиц адаптироваться к реалиям общества вне исправительного учреждения, а социальная направленность личностей, низкий уровень мотивации к ресоциализации и ослаблению морально-волевых качеств. В поведении усматривается устойчивая криминальная направленность. В 2021 году из общего числа освободившихся из мест лишения свободы трудоустроено лишь одно лицо. Два лица сняты с учета в связи с направлением на обучение. В 2021 году управлением отработано 34 тысячи заявлений граждан, 9 тысяч из которых приняты в круглосуточном режиме сотрудниками дежурной части. В ходе оказания государственных услуг рассмотрено 24 тысячи заявлений, а в форме письменных обращений – одна тысяча. Основная масса поступивших сообщений и первоочередное реагирование на сигналы граждан ложится на плечи участковых уполномоченных полиции. На территории Наринмара работают 11 участковых, в поселке Искателей – трое. Из 17 административных участков населенных пунктов Заполярного района службу несут лишь 11 участковых. В целом вопрос о нехватке жилого фонда, имеющегося в распоряжении управления, существенно сказывается на кадровой политике. Сохраняющаяся проблематика в совокупности с самыми низкими денежными удовольствиями участкового не позволяет качественно комплектоваться и нести службу в отдаленных населенных пунктах округа. Кадровая проблема есть также в сферах образования и здравоохранения. Но учителям и фельдшерам с первого дня выплачивается максимальная северная надбавка – 80%. В окружном законодательстве на участковых такая норма не распространяется, отметил Максим Кузнецов. Уважаемые депутаты, предлагаю рассмотреть возможность принятия окружного закона, предусматривающего установление дополнительных выплат участковым полномоченным полиции, отдаленных населенных пунктов и сотрудникам патрульно-постовой службы, что, безусловно, положительным образом скажется на комплектовании и качественном несении службы. Необходимость принятия дополнительных мер в области обеспечения правопорядка обусловлена достаточно непростой тенденцией оперативной обстановки в последние годы. Прогнозируемые изменения в структуре преступности, в том числе с учетом освоения территории Арктического региона. По итогам прошлого года общий уровень преступности на территории Нининского округа увеличился на 16,4%. Такой результат получился из-за деяния с использованием информационных или коммуникационных технологий, а также выявления и документирования преступлений экономической направленности. В течение прошлого года злоумышленники совершили 182 идти преступления. Общий уровень ущерба составил более 31 миллиона рублей. Управлением реализован целый комплекс профилактических и оперативных мер по противодействию киберпреступности. Среди них внедрение современных программно-технических средств и методик, совершенствование тактики оперативной работы. Личный состав проводит информационно-пропагандистскую работу с населением, в том числе в крупных трудовых коллективах, направленных на доведение сведений об основных схемах обмана, используемых злоумышленниками. В отчетном периоде раскрыто 34 идти преступления, в том числе 6, совершенных в прошлые годы. В 2021 году управлением совместно с региональными властями была проделана большая работа в сфере безопасности дорожного движения, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Все мы ощущаем качественное улучшение освещенности дорог и тротуаров. Ряд потенциально аварийных участков в местах расположения пешеходных переходов оборудованы искусственными неровностями и современными проекционными системами. Существенно повысилась безопасность на реконструированных участках автомобильных дорог. Принятые меры и реализованные мероприятия позволили снизить более чем на 20% количество дорожного происшествия с пострадавшими. На 11,5% сократилось число раненых, на четверть погибших, на 40% меньше получили повреждения несовершеннолетние. В завершении отчета начальник регионального управления внутренних дел ответил на ряд вопросов депутатов. В первом чтении на парламентской сессии внесены изменения во вторую статью закона Ненецкого округа об установлении пониженной ставки налога на прибыль реорганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Законопроект внесен в собрание главы региона. Перед принятием законопроекта депутаты обсудили вносимые изменения на заседании постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой. В ходе заседания депутаты сделали ряд рекомендаций в адрес разработчиков законопроекта. На сессии законопроект представила заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко. Проект окружного закона о внесении изменений в статью 2 закона Ненецкого автономного округа об установлении пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков разработан в рамках продления механизмов поддержки инвесторов, в том числе уже осуществляющих деятельность на территории региона. Проектом закона предлагается продлить действующие налоговые льготы в размере 13,5% по налогу на прибыль организации до 2023 года. Проект закона согласован с правительством Архангельской области в январе 2022 года. Проект закона согласован с управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области Ненецкого автономного округа в октябре 2021 года. Законопроектом предлагается до 1 января 2023 года продлить льготы поставки налога на прибыль организации в размере 13,5% для организации, являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, которые осуществляют определенные окружным законом виды деятельности. Закон или преференции данные действуют с 2014 года. Потенциальными получателями установленных законом преференции являются 16 видов акведов, могут быть порядка 36 предприятий, работающих на территории региона, включая предприятия добывающей отрасли, предприятия, осуществляющие деятельность авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта, а также предприятия, производящие электроэнергию. Фактически на сегодня льготой пользуются 4 предприятия. В 2021 году налоговый расход составил 577 миллионов. По оценке на 2022 год данный налоговый расход составит 542,5 миллиона. В том числе из них падающие на принимаемый законопроект это 192,5 миллиона. Это статья первая. В настоящее время валовый региональный продукт региона составляет более 300 миллиардов рублей. Этот показатель более чем на 80% сформирован нефтедобывающей отраслью, а с учетом отрасли спутника, транспортно-логистического направления, то 90% ВРП. Это те направления, которые формируют экономику округа. Инвестиционная привлекательность региона характеризуется таким показателем, как инвестиции в основной капитал, которые на 90% сформированы благодаря деятельности нефтяной отрасли. Предприятие нефтегазового комплекса обеспечивает до 25% рабочих мест с учетом смежных отраслей более 35%. Кризис 2020 года показал, что возникающие проблемы в нефтяной отрасли негативно сказываются на макроэкономических показателях Ненинского округа. Падение инвестиций в основной капитал в среднем произошло на 8-9%. Численность занятых почти на полторы тысячи человек. И как следствие снижение платежей по НДФЛ. Безусловно, отрасль требует постоянного внимания. Правительство России обозначило выстраивание долгосрочных и стабильных отношений с главными инвесторами в субъектах приоритетным направлением. В ходе голосования большинство депутатов поддержали законопроект. Представители фракции КПРФ в собрании депутатов проголосовали против. Депутаты окружного собрания поддержали законопроект о регулировании отдельных законопроектов, связанных с оформлением прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки. Законопроект на сессии представила региональному парламенту начальник управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская. Она напомнила, что 1 сентября 2021 года на федеральном уровне вступил в силу закон о так называемой гаражной амнистии. Этот закон предусматривает ряд региональных полномочий по установлению перечня дополнительных документов, которые граждане могут предоставить для оформления прав на гараж и земельный участок под ним. Представленный законопроект направлен на максимальное содействие гражданам в реализации закона о гаражной амнистии и предусматривает полномочия органов государственной власти, округа в сфере гаражной амнистии, перечень дополнительных документов, которые могут быть предоставлены гражданами для подтверждения соответствия земельного участка, по условиям, предусмотренным федеральным законом о введении в действие земельного кодекса. Действовать упрощенно и бесплатная система регистрации будет до 1 сентября 2026 года. Она распространяется на одноэтажные объекты гаражного назначения, расположенные на государственном или муниципальном земельном участке и возведенные до введения в действие градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года. Это федеральное законодательство, соответственно, в окруженном законодательстве мы уточняем те документы, которые могут собственники, точнее владельцы гаражей, могут представлять профильное управление для того, чтобы их право было не учтено, а установлено. Необходимо отметить, что по данной программе, так скажем, этой амнистии в округе уже поступило 41, по-моему, заявление от физических лиц, и 30 из них было удовлетворено. Работа продолжается, соответственно, граждане могут обращаться по этому вопросу в управление земельных и имущественных отношений. На сессии окружного собрания в первом чтении депутаты рассмотрели внесение изменений в закон о праздничных днях и памятных датах Ненецкого округа. С инициативой выступил Департамент природных ресурсов, ОПК и экологии Ненецкого округа. Суть закона состоит в следующем, что к существующим праздникам, которые у нас есть, это день холода 29 января, Семен-Хат-Мир, это март, и День оленя 2 августа, учредить праздник День реки Печора. В ходе рассмотрения темы депутат Ольга Карпова поинтересовалась, обсуждался ли этот вопрос с соседним субъектом Республики Коми, поскольку река Печора общая для двух регионов. Мы самостоятельные субъекты, можем принять решение сами. Если депутаты считают, что нужно обсудить с Госсоветом Республики Коми, где пять фракций или на другом уровне, мы будем это делать. Мнение профильного департамента поддержал депутат Андрей Ружников. И мы как органы власти, как исполнительные, так и законодательные, должны думать о наших гражданах. Вот тут я с вами полностью согласен. Но праздник праздником, гулянка гулянкой. Но мне бы хотелось, чтобы в этот день прилегающие села, которые вдоль Печоры, чувствовали конкретно на себе. Это строительство и домов культуры, и школ, и дорог. То есть мне бы очень хотелось, чтобы именно праздник был привязан не только к празднику, но и к какому-то развитию сел. Вместе или самостоятельно? Своё мнение по обсуждаемому вопросу также высказал председатель регионального парламента Александр Лутовинов. У нас старика общая, правильно ли это? И судоходство общее, у нас вот эти вопросы во главе угла. И кормилица у нас, старика Печора, тоже общая. И беречь её надо общими усилиями. Акцент на это был сделан. Ну и пользоваться, конечно, её благами в том числе. Давайте посмотрим. Потому что в первом чтении вопрос не такой, оказалось простой, как мы думали на первый взгляд вообще-то. Он шире. Поэтому я считаю, с соседями надо уметь разговаривать. В любом случае мы, наверное, это сделаем. Решили детально обсудить все вопросы, связанные с установлением нового праздника между первым и вторым чтением. Добавлю дату праздника, определят сами жители посредством социологического опроса. Предложено два варианта. В мае или августе. Сенатор Отненецкого округа Денис Гусев принял участие в круглом столе в Совете Федерации. Основная повестка развития инфраструктуры сельских территорий. В частности, в дорожно-транспортной сети. Проблема одна из самых актуальных в России. Если привести цифры, то более около двух миллионов жителей нашей страны не имеют доступа к общедоступным дорожной системе нашей страны. То есть они проживают в сельской местности и не могут выехать на дороги регионального, федерального значения. Не имеют доступа к городским агломерациям. И поэтому для нас с 2020 года мы ощутили очень такую потребность о том, чтобы этот вопрос вынести на рассмотрение на федеральный уровень в рамках дней субъекта Российской Федерации в Совете Федерации. Эта проблема была озвучена. Мы как участники, как субъект заявлялись. Но один из критериев программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации это годичный цикл строительства дороги к сельской местности, что естественно не вписалось в наши логистические и строительные временные характеристики. Было предложено для таких труднодоступных территорий, как Нинский округ, ввести трехгодичный цикл. Также в ходе круглого стола обратили внимание на необходимость строительства дороги на Тельвиску. На состоявшееся мероприятие мы подтвердили о том, что у нас существует в рамках арктической нашей зоны этот вопрос, этот проблемный. И вместе с тем дополнили ее еще со своей стороны, со стороны субъекта, дополнили о том, что у нас там находятся памятники культурного наследия, наследия имеющие федеральное и региональное значение. Нинский округ поддержали все субъекты Российской Федерации, а также в Министерстве транспорта. В рамках Минтранса под программой по развитию дорожной сети и сельских территорий этот вопрос будет решен. И мы имеем перспективы финансирования в предстоящий бюджетный год, финансирования строительства данной дороги. Поручение было от председателя Совета Федерации, поэтому данный вопрос на контроле находится у председателя Совета Федерации Матвиенко Валентина Ивановна. Поэтому мы четко и слаженно, начиная с муниципалитетов, мы говорили с жителями ТВС, встречались с депутатами, проблема она актуальна, до сих пор находится актуальна и стоит перед нами. И мы говорили о том, о путях решения этих вопросов. Мы пытались в рамках одной программы, в рамках второй. И мы сейчас понимаем, что у нас появляется доступность транспортная, доступность дорожная, автомобильная в сеть, в дорожную сеть нашей страны. Поэтому здесь, осуществляя и строительство дороги в ТВС, мы решаем два вопроса. Развитие туристического комплекса и городища Пустозерск, а также социально-экономического значения к объектам. Это школы, это ФАПы в ТВС. Совет, это выезд на работу жителей, детей. И надо иметь в виду, что мы говорим, что это дороги не в грунтовом исполнении, это с твердым дорожным покрытием, речь идет о дорогах. Поэтому это очень важно, имеет важное значение. В этом вопросе мы консолидированы с представителями Государственной Думы, от субъекта будем работать для того, чтобы наши предложения и наши дальнейшие действия, мы вошли в программу и финансирование, часть финансирования строительства и проектирования этой дороги осуществлялась за счет средств федерального бюджета. Заместитель председателя собраний депутатов Ненецкого округа, председатель постоянно действующего парламентского комитета теперь будет исполнять свои обязанности не на постоянной профессиональной основе. Ранее вопрос был рассмотрен на доседании Палаты законодательных предложений в парламентском комитете и вынесен на рассмотрение сессий собраний депутатов. Заместители председателя собраний депутатов могут работать в собрании депутатов как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности. Данное право закреплено в части 4 статьи 6 регламента окружного собрания. В соответствии с законом округа о статусе депутата собраний депутатов округа и указанной нормой регламента в адрес собраний депутатов поступило заявление заместителя председателя окружного собрания депутатов Арбузу Максиму Николаевичу о прекращении осуществления своей деятельности на профессиональной, постоянной основе с последующим продолжением осуществления депутатской деятельности без отрыва от основной деятельности. При решении Палаты законодательных предположений подготовлен соответствующий проект постановления, в котором предусматривается на основании положения регламента собрания осуществления с 11 февраля 2022 года депутатских полномочий одним из двух заместителей представителей собрания депутатов без отрыва от основной деятельности с одновременным сохранением за другим заместителем представителем собрания депутатов осуществления депутатских полномочий на профессиональной, постоянной основе. Следует отмечать, что в результате принятия данного постановления изменится форма осуществления депутатской деятельности одного из заместителей представителя окружного собрания, который написал соответствующее заявление, воспользовавшись правом, закрепленным регламентом. Депутаты на сессии приняли соответствующее постановление о собрании депутатов Ненинского округа. Парламентарии внесли изменения в состав представителей собрания депутатов Ненинского округа в постоянных комитетах парламентской ассоциации Северо-Запада России. Так, по личному заявлению депутата Николая Миловского, он включен как представитель Ненинского округа в комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Ранее Миловский входил в комитет по социальной политике, наряду еще с одним депутатом Анной Булатовой. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». Увидимся на следующей неделе.